Редактор субтитров А.Семкин Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача беседы с батюшкой и ее ведущей Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях протодиакон Александра Невской Лавры, отец Иоанн Дыденко. Здравствуйте, отец Иоанн, Христос воскресе! Воистину воскресе, Михаил. Радостно вас приветствовать сегодня в студии. Дорогие друзья, темой нашей сегодняшней беседы будет следующее. «Почему подростки уходят из церкви?» Звонки в студию сегодня приниматься не будут. Отец Иоанн, давайте для начала, прежде чем мы перейдем к обсуждению нашей сегодняшней темы, вы немножечко расскажете о том опыте молодежной работы, которым вы обладаете на сегодняшний день. Ну, работа с младшими меня, хотя у меня нет родных братьев и сестер, но я еще помню, как будучи в школе общеобразовательной, когда в старших классах меня пригласили в младший класс заменить какого-то преподавателя, и детям настолько понравилось, как я к ним пришел и как мы с ними общались, что они меня потом вызывали очень часто. И я понял, что мне нравится работать и общаться с теми, кто младше меня. Потом уже будучи участвовать в семинарии, я сбегал, признаюсь, с первых уроков, с первой пары, и ходил в общеобразовательную школу, потому что меня тогда пригласили пообщаться по поводу катехизиса и основу православной веры, вначале с младшими классами, и потом переходил из класса в класс. И таким образом практически с первого по десятый класс я пообщался со всеми ребятами со всей школы. И к чести сказать, что очень многие из них, они приходили в храм, а девушки из старших классов вышли замуж за моих друзей. Все было очень плодотворно. И потом, уже будучи диаконом, и было это 20 лет назад, у меня в этом году 20 лет диаконского служения, произошел такой случай, который, можно сказать, очень много изменил в моем отношении. У нас был приход общинного типа, и были семьи молодые, было очень много детей, подростков. И в один прекрасный день подростки, которые стояли на клиросе, баловались, смотрели в мобилке, и там что-то так не очень хорошо себя вели, настоятель вышел и сказал, чтобы они покинули храм, что на литургии они стоять не могут, потому что они балуются, и они ушли. И меня это очень поразило, я попросил их, чтобы они не расходились, подождали меня. И после литургии мы с ними встретились, отошли в лес, у нас там рядом был лес, поговорили, пообщались. Я говорю, давайте вы приходите, и мы после литургии будем с вами общаться. И мы общались в такой неформальной обстановке, помимо воскресной школы, потому что подросткам уже в воскресной школе было не очень интересно. Мы разводили костры, там общались на самые различные темы. Потом вышла идея пойти в поход, для этого надо было пригласить людей, которые разбирались. Я в походе ни разу не был. Нашли таких людей, мы сделали первый поход из таких уже более-менее взрослых, тех уже, кто школу закончил. И я почувствовал, что поход — это вот та такая атмосфера, где человек раскрывается. Будучи в некомфортной ситуации, он раскрывается таким, как он есть. И если у него внутри есть стержень, то он его показывает. Если он внутри расхлябанный, то это все сразу же видно. И я увидел, что в походе очень много, можно не просто, скажем, терминологии диагностировать, но еще и корректировать и поведение, и даже характер человека. Конечно же, ребенка и подростка. И с тех пор походы и лагеря стали нашей неотъемлемой частью нашей жизни, нашей с детьми. Минимум таких больших мероприятий, минимум 5-7 в год мы делали, не говоря уже про то, что каждое воскресенье после службы мы шли в лес. И с пятницы на субботу мы обычно в лесу, на ночь оставались, в палатках, делали ночные игры, зорницы. Потом это вылилось в большую организацию, в лучшие времена, которая насчитывала более 500 человек. Представьте себе, выехать со всей Украины в Крым, выехать, чтобы в палатках на ноябрьские, на октябрьские осенние каникулы жило 320 человек в палатках. Это надо постараться. И все это делается руками не взрослых, опытных людей, они тоже есть, а молодежи, которая прошла этот опыт и которая сама под чутким руководством этим занимается. Благодарю вас, отец Иоанн, за то, что вы поделились тем опытом работы с детьми, которые вы приобрели. Теперь давайте перейдем к теме нашей сегодняшней. Хотелось бы начать с того, что известное дело, когда подростку становится в церкви скучно. И вот тогда он как раз в этот мобильник, да, и начинает, что называется, как сегодня говорят, залипать и вообще уходит впоследствии. Ну, бывает и такое. Вопрос. Почему подростку становится в храме скучно? Кто виноват? Почему это происходит? И что делать? Да, и что делать? Меня в свое время поразили слова патриарха Алексея II, который сказал, что задача родителей — вывести ребенка из храма до той минуты, когда ему надоест быть в храме. Вот когда уже ему в храме неинтересно, его надо выводить. И это задача родителей. Я сам из священнической семьи, и мой дядя, он монах, он был в Троицей-Сергиевой Лавре и в разных монастырях. И меня в семье всегда к нему возили с самых малых лет. И вот я помню себя молодым, ну, 8, 9, 10 лет, когда мы на Рождество приезжаем в Троицей-Сергиевой Лавре, и там ночная служба. И вот моя бабушка привозила, мы шли на службу. И на службу мне, как мальчику, естественно, не совсем интересно, потому что служба долгая. Я говорю, бабушка, можно я выйду? Она говорит, хорошо, выйди. Представьте себе, ребенка выпустить ночью на улице одного. Она говорит, только ты погуляй и приходи, минут через 10-15. Я выходил в Лавру, гулял, приходил к ней, мы кивали друг другу головой. Она говорит, ну, если хочешь, еще походи. Потом какие-то важные части службы. Она говорит, вот сейчас важная часть службы, постой. Прошло уже много-много лет, больше 30 лет, и я вспоминаю этот поступок бабушке как очень разумной и очень мудрой. Потому что она не просто привила любовь к богослужению, а в этот критический момент жизни моей мальчуковой, когда мне чего-то было непонятно или что-то душевное у меня еще не раскрылось, она мне не сделала насилия над моей душой. И, соответственно, у меня нету отвержения этого всего. К сожалению, надо констатировать факт, что большинство православных родителей на сегодняшний день, и я могу это констатировать как человек, который вижу на детях это, они проявляют очень сильное насилие над ребенком, чтобы он или шел в храм, или был в воскресной школе, или молился, или еще какие-то вещи, которые связаны с Богом, связаны с верой. Моя мама, когда, вот тоже очень хорошо помнится в детстве, когда в воскресенье надо было утром вставать, рано утром, я вообще хорошо рано встаю, но вот именно в воскресенье мне было всегда очень трудно вставать, как бы то ни было. И тогда мама говорила, ну, я иду в храм, не хочешь, я сама пошла. Она уходила из дома, и как только закрывалась входная дверь, у меня сон сразу же уходил. Я сразу же просыпался, и сразу чем-то начинал заниматься, чем-то не очень хорошим, естественно. И я понял, что здесь не просто лень какая-то, а здесь какое-то искушение есть. Помню очень хороший момент, когда я совсем не хотел вставать, и она меня будила, и я начал брыкаться. Она вначале отошла, потом пришла со святой водой, хорошенько меня покрапило лицо, и мне вот все вот эти вот мои, мой максимализм, она смыла просто этой святой водой. Я встал, пошел в храм, и помню прекрасное ощущение после храма, какая бы ни была погода, что бы ни было, после посещения храма удивительное ощущение в душе. И вот это ощущение души детское, оно очень помогало. Я знал, что вот туда я пойду, и там будет хорошо. Да, есть такое ощущение, у детей часто бывает, такой радости, не то чтобы даже выполненного долга, что я вот сходил в храм, а вот какой-то радости такой необъяснимой. И я помню, со мной тоже делились сверстники, и сам вспоминаю это ощущение. Спасибо, что поделились. А вот по поводу того, как вводить в храм детей постепенно и нетравматично. Как это делать родителям, чтобы дети действительно, ну вот это ваш пример, он очень интересный, но бывают и, так скажем, случаи такие тяжелые, когда любую просьбу сходить в храм, ребенок воспринимает, особенно если это уже подросток, возрастом 14-16 лет, очень в штыки бунтарские, не хочет идти. Это правда. Это дело сугубо индивидуальное, потому что у детей разные характеры, разные темпераменты. И один очень спокойный мальчик, ему и хорошо там в храме, он может стоять себе спокойно, никуда не ходить, а другой настолько темпераментный, что он будет, стоя в храме, он будет переминаться с ноги на ногу. И нельзя сказать, что он болеет или с ним что-то плохое. Это просто у него только такой темперамент. Следующее — это разные отношения, разный контакт между родителями и детьми. Не секрет, что не каждый ребенок уважает своего родителя даже. Большинство родителей боятся. И в этом и есть проблема. И поэтому, когда родители затрагивают такую щепетильную тему, как Бог и как церковь, здесь нужно об этом говорить, только находясь в душевно спокойном состоянии. И чтобы это было не как какая-то наука, назидание такое с силой, а чтобы ребенок хотел слушать. Один из старцев российских сказал, Русской Православной Церкви, сказал, что я отвечаю на вопрос, я разговариваю с людьми, только когда они меня спрашивают. Когда они меня не спрашивают, я ничего не рассказываю. Меня в свое время это очень поразило. Это мысль. И я думаю, что родителям то же самое. Прежде чем ребенку сказать что-то сокровенное, что-то важное, нужно наладить с ним контакт. И нужно, чтобы ребенок захотел и почувствовал, и захотел спросить у родителя, что же такое происходит, что он не понимает. Но что понимает родитель? А для этого он должен иметь пример родительского духовного равновесия, спокойствия и рассудительности. Если ребенок это видит, то тогда у него возникнут вопросы. У меня знакомые рассказывали, как мама имела такую хорошую привычку вставать ночью и класть поклончики за своего ребенка. И в один прекрасный момент она делает поклончики и услышала сзади какой-то шорох. Она думала, что это ангел. А когда оглянулась, оказалось, что это ее сын, который с просонья тоже делает поклоны. Она умилилась, ничего не сказала, продолжила делать. И когда она сделала свой последний поклон, оглянулась, а ее сыночек, делая поклоны, вот так лбом в пол уперся и так и заснул. Но это прекрасно, это смешной случай, но он прекрасно показывает, что ребенок, проснувшись, и увидел маму, которая молится, он встал рядом с ней. И это первое, что надо родителям. Родителям надо показать своему ребенку. Ребенок не слышит то, что им говорят родители, а он смотрит, как они делают. И это должны понимать, что это основа воспитания, собственный пример. И если мы говорим одно, святое, что-то, как надо поступать, а сами поступаем по-другому, то у ребенка в голове происходит большой парадокс, и отсюда возникают несуразицы, и отсюда возникает атеизм. И мы знаем, что самые большие атеисты были детьми священнослужителей или очень верующих людей. Да, это точно. Революция это, в общем-то, доказала на примерах своих верных чат, так скажем. Родители часто требуют от ребенка обучения и какого-то подчинения. Но могут ли родители, если они видят, что это не работает, себя научить и себя как-то переучить, перестроить для того, чтобы ребенок стал достойным христианином, а не революционером, да, внутри семьи хотя бы даже? Да правда, надо начинать с себя. И в то же время давать ребенку развиваться не только в духовном смысле, но и в душевном, и в телесном, конечно же. Надо задача родительская, за ним смотреть, чтобы он развивался гармонично во всех сторонах. Чтобы вот эта проблема сегодняшнего мира, сидение перед компьютером или общение с гаджетом, с каким-то телефоном, чтобы она не была превалирующей, чтобы она не занимала основное время ребенка. Надо поощрять физические упражнения, надо потакать всему тому, что он душевного делает, и с ним заниматься, и читать, чтобы он любил читать, и ходить по музеям, и слушать вместе музыку, и обсуждать какие-то моменты. И пусть можно сейчас родителям прямо проверить с ребенком свой контакт. Есть ли каждодневное общение с ребенком у родителей, и откровенно ли оно рассказывает ребенок родителю, что у него за день произошло хорошего, и что произошло не очень хорошего, негативного. Если он рассказывает, то уже можно сказать, что такой первоначальный контакт есть. С другой стороны, и родитель должен показывать пример, и он может рассказывать ребенку, и вообще всей семье, прекрасно, когда семья собирается за столом и просто беседует. И они делятся своими переживаниями за день. Это прекрасно. И здесь есть еще один такой момент, который можно себя проверить. Если родитель оценивает своего ребенка, когда он говорит, допустим, он говорит, вот там подрались Маша с Дашей, а я вот рядом стоял, смотрел. И тут родитель делает большую ошибку, если он говорит, так почему же ты не вступился? Ты должен бы их разнять, потому что там же могло закончиться очень плохо. Как это ты мог? Почему ты этого не сделал? И это большая ошибка. Это не просто оценка дана поведению ребенка, а еще и с точки зрения негативной показывается, что он чего-то не сделал. И, соответственно, все, что ребенок доверил и сказал, оно все перечеркивается жирным красным линией. И вот это вот неправильно. Задача родителя — уметь выслушать своего ребенка, не только слышать, а еще и услышать его, не давать никаких оценок и сказать свое мнение и свою точку зрения, только если ребенок спросит его об этой точке зрения. И вот когда ребенок спрашивает, тогда он будет внимать тому, что скажет родитель. И идеально, когда сказать, не ты должен был сделать так-то и так-то, а я бы, наверное, если бы я был в такой ситуации, поступил бы вот таким образом. То есть поделиться, не навязать свою волю, свое видение, а поделиться своим внутренним состоянием. И это будет очень правильно, и это будет признак здорового отношения между поколениями, между родителями и детьми. Спасибо. Отец Иоанн действительно так и есть. Хотелось бы спросить насчет воскресных школ. Вот сам факт воскресных школ. Ребенка отдают туда в определенном возрасте. До определенного возраста он там учится. И потом, когда он выходит из воскресной школы, зачастую он уходит не только из воскресной школы, он уходит еще и из храма. Потому что, ну, ему становится, как мы уже говорили, может быть, неинтересно, скучно, ему может казаться, что его заставляют. Какой должна быть воскресная школа, как она должна, может быть, влиять на своих воспитанников, чтобы они оставались в храме и гармонично развивались в Церкви Божьей? Я скажу, что сейчас такой период расцвета церковного, когда воскресные школы есть. И слава Богу, что мы живем в такой период, когда даже есть выбор, куда пойти. Много разных интересных людей в воскресных школах преподают. Воскресные школы очень интересны, они повсеместны, во многих храмах, и это прекрасно. Но нельзя полагаться на воспитание ребенка, если я хочу, чтобы мой ребенок знал Бога, нельзя полагаться только на воскресную школу, как делают, опять-таки, большинство родителей. Потому что в воскресной школе, как у всех у нас, как говорил мой незабвенный ректор в Киевском духовном семинаре Академии, сумма знаний о Христе должна сочетаться с образом жизни о Христе. И поэтому, когда воскресная школа дает только сумму знаний о Христе, этого мало. Надо, чтобы она показала, как это жить во Христе. А для этого надо, чтобы ребенок не просто слушал правильные речи учителя или священнослужителя, который преподает, а он должен на опыте пережить какие-то моменты. Именно поэтому я за то, чтобы обучение было интерактивное, чтобы ребенок не просто слушал, а он уже участвовал в этом обучении. Это самое разное от маленького, когда маленькие начинают рисовать или что-то обсуждать, или во что-то играть. Как я помню, когда-то у нас в воскресной школе принесли такое, сделали преподаватели ковчег, детям раздали игрушечных зверей, и эти детки, маленькие, этих игрушечных зверей садили в ковчег. Им было так интересно, они эту тему про ковчег и потоп запомнили на всю жизнь, я уверен. И такие упражнения и такие игры есть для каждого возраста. И воскресная школа должна состоять из таких игр и таких упражнений, где ребенок не просто слышит, а он моделирует ситуацию, и в этой ситуации он избирает для себя путь, к которому он пойдет. И, соответственно, преподаватель может посмотреть, насколько ребенок реагирует, как он в играх реагирует. Я это провожу очень регулярно. И у нас это вылилось не просто в какие-то игры и активную воскресную школу, а у нас это вылилось в большую организацию, в которой много детей, которые общаются между собой еженедельно. И что самое интересное, что эти дети и подростки, они нашли свое общение вот именно здесь. И оно было православное. Это такая православная организация, которая ходит в походы, делает лагеря, делает много добрых, хороших дел. И интересно, что они и друзей нашли у себя вот здесь, в этой организации. И более того, прошло время, и у нас уже есть семейные пары, создавшиеся. Мне дали, как бы, два года назад я провел один поход, очень такой хороший, уже с теми, кто имеет паспорт, уже с таким молодежью. И эта молодежь, разнакомившись между собой, потом мы из этого похода повенчали две пары, теперь у них уже дети пошли. То есть, когда на практике люди посмотрели друг на друга, побыли вместе, посмотрели, кто чего стоит, кто стоит в такой, в некомфортной ситуации, как кто себя ведет, у них возникают какие-то привязанности, симпатии, и именно дружеские отношения, они именно из таких практичных вещей происходят. Потому что, когда мы просто сидим и говорим, это одно. А когда мы на деле показываем, какие мы, это совсем другое дело. Поэтому я за то, чтобы в воскресных школах было много практических занятий, чтобы в воскресной школе не сидели только за партой в каком-то помещении, а чтобы выходили, ходили, занимались, делали игры, там, как помните, Петр Первый потешные игры делал, в войну играл. Как всегда во всех цивилизациях, там, Миды персидской, в египетской, в греческой, детей, царей, императоров обучали самые такие учителя и ученые самые яркие, и они всегда обучали в игровой форме. Это у нас засвидетельствовано документально. Уже в те времена люди знали, что такое игровая форма, и это самая правильная форма обучения. И поэтому такой преподаватель, который не просто рассказывает, а заинтересует на практике детей, он особенно любим у детей, и они к нему тянутся. И пример преподавателя, он тоже немаловажный. Пример священнослужителя, который приходит в воскресную школу, это один из самых ярких, самых важных примеров. Священнослужители должны быть в воскресной школе, они должны быть, дети не должны бояться черной рясы, они должны, наоборот, радоваться, и когда идет батюшка, они должны к нему бежать. Посетил один раз воскресную школу, не скажу какую, и был в рясе. И вот просто стоял у двери, и дети все выходили. Выходило из воскресной школы человек 90. Как вы думаете, сколько детей со мной поздоровалось? Все 90? Два человека из 90 человек со мной поздоровалось. Два человека. Из них человек 10, они посмотрели на меня, улыбнулись, посмотрели в глаза. Но все остальные, получается, не имеют элементарного навыка вежливости. О какой духовной жизни мы можем говорить, если они душевно и еще не воспитаны, просто-напросто? А это дети православных родителей. Это в школе, где много преподавателей. Зачем их учить чему-то возвошенному, если они еще здесь не имеют навыка обычного общения и проявления уважения? Не ко мне лично, но хотя бы к священнослужителю, к Санну, который я представлял. Вот вам яркий пример, то, что сейчас происходит на самом деле. Потому что, как мы шутим, те, кто работает с детьми, чем отличается православный ребенок от неправославного? Он отличается вероисповеданием его родителей. Больше ничего. Да, это и есть действительно на самом деле. Вот по поводу молодежных организаций и объединений. Вы уже упомянули опыт вашей организации. То есть, получается, они реально могут решить проблему ухода детей из церкви, занять их определенным образом, заинтересовать. Такие организации можно составить при каждом храме. Потому что храм — это громаднейший потенциал. Это и помещение, это в первую очередь молитва, это священнослужители, это миряне, которые есть и которые могут помочь. Но во всех организациях не секрет, что самое главное — это человек, за которым пойдут. За которым пойдут родители, за которым пойдут дети. Это человек не просто, который хорошо говорит, а который своими поступками и делами показывает, что он заслуживает этого доверия и этого уважения. И обычно у такого человека ему могут и довериться, и доверятся дети. Не секрет, что вот мы один раз сидели у костра, и я спросил у православных детей, которых было много, я спросил, скажите, пожалуйста, вот на сколько процентов вы рассказываете своим родителям о том, что происходит в вашей жизни? И практически все дети согласились, что они рассказывают своим родителям не больше 5% из их жизни. Только одна девочка очень такая правильно сказала, что, ну, я, наверное, на 8% рассказываю. 5% из жизни детей знают наши родители православные. Это, можно сказать, срез такой еще православных активных детей. И не секрет, что это повсеместно так. И не только у православных, и везде. Почему? Потому что потерян контакт. Так что, возвращаясь к этой теме, во-первых, надо наладить у родителей контакт. Но если контакт не может наладиться, надо родителям искать таких людей, с которыми их дети наладили контакт. Это взрослый человек, священнослужитель, или при храме работающий, ну, вот, кто-то такой вот активный, который может достучаться до сердец ребенка. И не только на исповеди, когда ребенок им рассказывает, а вообще в общении. У меня были такие моменты, когда, вот, православные дети, девочка ушла из дома от православных родителей. И она мне позвонила и сказала, отец, я ушла из дома. И я уже позвонил родителей и успокаивал родителей, и потом мы это урегулировали. Я считаю, что, слава Богу, что так было. Слава Богу, что у нее было доверие, и она позвонила, и, соответственно, мы немного сгладили эту ситуацию. На Западе есть такое целое движение, когда дети без родителей, в интернатах и в детских домах, когда приходят просто люди, взрослые, они проходят какой-то курс обучения, и они становятся старшими друзьями детей. Когда ребенок не своей воспитательнице, не кому-то, а именно ему доверяет. Доверяет свои какие-то мысли, свои вот потаенные. Это очень важно, чтобы у ребенка был старший друг. Потому что старший друг, он может рассказать, ну, и показать, как правильно в жизни поступать. Если старшего друга не будет, ребенок всю информацию, он возьмет у своих сверстников. А какие сверстники ему подадут информацию? Скажи мне, кто твой друг, и я тебе скажу, кто ты. Вся информация к ребенку приходит. Когда он во дворах играет, да, когда он чатится в компьютере, через компьютер, а компьютер — это такая, ну, не секрет, да, уже даже не будем говорить банальные вещи, что это страшная вещь. На самом деле она может быть очень полезной вещью, но она может быть очень страшной вещью. Потому что один клик, и у ребенка в доме, в его квартире, в его комнате поселяется все. От самого страшного разврата до самых страшных вещей по беснованию и бесовских каких-то бесовских вещей. И это все очень доступно. И это самое страшное. Эта доступность — это очень страшно. И поэтому здесь я считаю, что еще для родителей очень важно не просто запретить и не просто контролировать. Контролировать обязательно надо. Но дать ребенку прививку, чтобы он, столкнувшись с чем-то неправильным, он не сделал этого неправильного. Он отошел от этого. Я недавно шел по городу и стоял на красный свет небольшой улицы такой. И народ увидел, что машин нету, и начал переходить улицу. И стоял папа со своим сыном, примерно там девятилетним. И сын раз сделал шаг на проезжую часть. И папа говорит, «Сынок, ты куда?» Он говорит, «Так все же идут». А он говорит, «А я думал, что ты личность. Я думал, что ты поступаешь правильно». И ребенок вернулся, сказал, «Папа, прости. У меня волосы дыбом были. Я думаю, что кто остался с нашей стороны, они все были на грани слез». Вот это отношение родителя к сыну, он его не остановил, не наругал, не шлепнул, а возгласом своим и недоумением, «Что ты делаешь? Разве так можно?» Он его остановил и потом проявил к нему громаднейшее уважение, сказав, что «я-то думал, что ты личность». Огорчил папу. И ребенок, не теряя контакта с отцом, он тут же исправился и тут же извинился перед ним. Вот в этой маленькой ситуации вот пример правильного отношения между родителями и детьми. во взаимоуважение и доверие, и искренности. Спасибо, отец Иоанн. Вопрос следующий. Если подросток увлекся какой-то субкультурой, это в наше время совершенно неудивительно, и очень многие через это проходят, субкультур много сейчас разных, это там и анимешники так называемые, там и панк-рок, и металл, и так далее, и тому подобное, он начинает выглядеть соответствующе, он пошел к другу и выбрил, например, себе на голове и ракет с такой пучок, и приходит домой. Родители ему говорят, в таком виде ты в храм не пойдешь. Но можно ли так или нет? Как быть в такой ситуации, если сын или дочь стали частью какой-то субкультуры на время? Здесь очень много аспектов. Потому что я человек, который работающий с подростками, я говорю, что очень хорошо, что человек чем-то интересуется. И когда он чем-то интересуется, естественно, он этим увлекается. Это намного лучше, чем если бы ребенок сидел, ничем не увлекался и был только в компьютере. Поверьте, сейчас родителей очень много, которые в первую очередь обращают внимание, что его ребенок совершенно бесхребетный, и он ничем не хочет заниматься, и они уже вопьют, что им делать. Поэтому, слава Богу, что дети еще куда-то идут и чем-то интересуются. Если же он попал уже в какую-то такую ситуацию со всем, то, что родителям не нравится, то здесь опять-опять и опять-опять, повторюсь, очень важен контакт с ребенком. И очень важно, чтобы это обстоятельство, что ребенок поступил не так, как хотелось его родителям, чтобы оно не порвало этот контакт. Все-таки выбор ребенка надо уважать. А то, что он пошел путем каким-то таким эксклюзивным, то это уже, во-первых, родительское где-то упущение, а во-вторых, это показатель, что у ребенка что-то не так. И, конечно же, во-первых, что должен делать родитель, это обратиться к Богу от всего сердца. Потому что в этом случае должно быть Господь, вот такое прямо чудо Божие, то есть Господь должен, во-первых, действовать в этом. Во-вторых, не меняя ничего, нужно наладить с ребенком контакт, опять же таки, наладить, и чтобы этот контакт был, и контролировать то, что происходит. Это очень важно. Контролировать не так, чтобы сын или дочь, ну не то, что узнали, а чтобы они не думали, что над ними вот просто давлеет родительская воля. Здесь надо быть очень тонким. И, конечно же, одному родителю не справиться в этом, если духовно родитель уже молится, душевно он находит контакт с ребенком. И, конечно же, надо вокруг, чтобы родителю узнать, что это за субкультура, пойти туда разобраться. Был такой случай у моих знакомых, уже папа, я уже не буду говорить, какой город, папа, батюшка, настоятель большого храма, и вот его уже не подросток, а уже такой взрослый сын, 18 лет, он пошел к рокерам, начал ездить на мотоциклах и надевать кожанку и так далее, и что матушка была в шоке. А батюшка взял и пошел, снял рясу, надел свой крест и пошел к этим рокерам. Пришел, вначале восприняли его так, значит, не очень хорошо, а потом он просто с ними поговорил, пообщался, ничего не навязывал. Сказал, дорогие, вот я настоятель такого-то храма, если хотите, приходите ко мне в храм, я всегда вас буду видеть, рад. Они говорят, потому что такое одежде. А он говорит, да к Богу не важно, какая одежда, к Богу важна ваша открытая душа. Проходит некоторое время, он служит литургией ранее, и вдруг в алтарь чуть ли не врывается бабушка его, которая работает в храме, и говорит, батюшка, нас захватывает, у нас проблема. А он говорит, что такое? Оказывается, вот эти вот 50 рокеров, они приехали, и в этих кожанках начали заходить в храм. Естественно, все люди подумали, что это их последний день, и сейчас будет что-то страшное. И каково же было удивление, когда батюшка службу не прекратил, он продолжил службу. А эти все страшные люди с выбритыми головами, с кожанки, с цепями, они встали в храме, и начали истово креститься, начали подходить к иконам, некоторые встали на колени, потому что батюшка им рассказал, как это делать. И вот тогда, когда батюшка оглянулся, он делился своими впечатлениями, он увидел, что эти бабушки, которые застыли в ужасе, что на их лицах появились слезы радости и умиления. Они поняли, что действительно для Бога одежда не важна, а важно открытое сердце человека. И вот таким образом, и сын, не потеряв, да, он этим поинтересовался, но он скоро от этого отошел, но он не потерял контакта со своим отцом, и он потом поступил в семинарию, и никаких побочных эффектов от этого не было. Поэтому надо в таких случаях быть очень внимательным и найти еще таких людей, которые бы повлияли на... То есть сделать так, возможно, отвезти к батюшке, поговорить с батюшкой, не отвезти, а предложить своему ребенку. Возможно, поговорить с психологом. Возможно, обычно психолог нужен не родителям, не детям, а самим родителям, как правило, в конце беседы это так получается. Но самое главное — сохранять спокойствие и не выражать никакого неудовольствия, раздражительности, гнева и гордости в решении этих вопросов. То есть это показатель, что не все хорошо у ребенка, и это показатель, что родителю надо обратить особенное внимание вот именно здесь, какое-то в воспитании произошел пробел, прострел такой. Спасибо. Вот если такая ситуация, что подросток наотрез отказался уже ходить в храм, сказал, мне это совершенно не нужно, не насилуйте меня и все, да. И там заперся в своей комнате или не заперся, просто сказал, все, все, я туда больше никогда не пойду. какие родителям нужно предпринять действия для того, чтобы как-то вернуть ребенка, если он крещеный, если он позиционировал себя раньше как верующий, на дорогу к Богу? Да. И вы знаете, вот вы сказали, а ведь это такое повсеместно. В каждой семье православной, где растет ребенок, достигая подросткового возраста какого-то, вот практически все родители с этим сталкиваются, что ребенок в один прекрасный день говорит, прекрасный ребенок говорит, нет, я в храм не пойду, потому что там не вижу смысла или в принципе нет, закрывается. И это проблема, и родители в том числе. И здесь надо быть очень тактичным. И здесь я бы сказал не то, что надо делать, а что не надо делать, во-первых. Во-первых, нельзя заставлять ни в коем случае. Нельзя насильничать психологически, то есть нельзя давлеть, нельзя потерять с ребенком контакт из-за этого. Наоборот, опять-таки повторюсь, что это показатель, что родителю надо что-то изменить в себе по отношению к своему ребенку. Надо измениться. И в первую очередь, конечно, это молитва Богу. Во-вторых, душевно не проявлять никаких порывов, очень сильных, негативных, чтобы не было гнева, не было каких-то ссор. Это очень важно, потому что это усугубит эту всю проблему. И быть очень тактичным. На самом деле, мы беседуем когда с родителями в воскресной школе, вот у нас такая мысль прошла, вот когда родители не могут своих детей отпустить, вот они это, чувствуют, что это моя собственность. И мы провели такую аналогию, я говорю, что вот ведь на самом деле дети — это не ваше. Это вам Господь дал детей, чтобы вы их воспитали христианами и людьми верными Богу. Давайте подумаем, что вам не Господь дал, а что вам президентских детей поручили. Вот вам поручили президентских детей. Как вы их будете воспитывать? Как вы к ним будете относиться? Вот так же, как сейчас вы относитесь к своим детям, на что все родители сказали, нет, конечно, мы будем по-другому относиться, потому что потом вас или похвалят за то, как вы воспитали президентских детей, или вас очень накажут, потому что вы к ним неправильно относились. А тут вам сам Бог доверил детей. Просто вы забыли, что Бог доверил вам детей. И вот исходя из этого, что ребенок немой, а что это человек Божий, это человек, у которого образ и подобие Божие, и его, во-первых, надо уважать, и, во-первых, ему надо только с ним делиться, но ни в коем случае не забивать его волю своим гневом или своим внутренним эгоизмом. Вот это самое важное. И, конечно, здесь очень многое зависит от родителей. И родителям советую посоветоваться с батюшкой, посоветоваться с психологом, посоветоваться с другими родителями, которые пережили этот период. Потому что таблетки для всех одной нет. Это очень индивидуальная вещь. Но принципы для всегда одни. Будьте другом своему ребенку. Будьте другом, которого ребенок уважает. И к словам которого он прислушивается. Это в жизни очень важно. И если с ребенком что-то случится, где бы то ни было, если он вам расскажет о том, что с ним случилось негативного, это прекрасно. Это значит, что вы правильно выставили отношения с ним, когда вам ребенок рассказывает даже негативное, то, что с ним случалось. И это один из таких показателей правильного воспитания и правильного отношения. Родители в один прекрасный момент, они должны быть друзьями этому ребенку. И нужно отпустить своего ребенка. Вот мы, когда идем в походы, мы там одним своим законом походным убиваем сразу двух зайцев. Мы не разряжаем в поход брать мобильные телефоны. Соответственно, во-первых, ребенок быстренько отвлекает, молодой человек отвлекает от мобильного телефона, хотя она говорит, что еще два дня им в ухе звенит телефон. А во-вторых, родители, они в ужасе от этого. Как это? А как же я буду знать, что ребенок без мобильного телефона, как у него дела? И вот здесь очень серьезный воспитательный момент. Мне один папа пришел и говорит, «Отец Ан, я на вас сутки, я вас был готов задушить за то, что вы вот забрали, не дали моему ребенку мобильный телефон. Но когда я понял, что я ничего не могу сделать, я начал молиться Богу. И такое утешение пришло, и я понял, что я не вам доверил этого ребенка, а что я Богу доверил ребенка. И это прекрасное ощущение, что вот я его отпустил, и он сам с Богом там идет в такой прекрасной компании. И я считаю, что вот этот вот пример один из самых ярких. что когда надо отпустить своего ребенка? Да, спасибо вам за такой интересный пример. Действительно, часто родители пытаются выхватить телефон из рук ребенка, но как только он его, не дай бог, забывает дома, то испытывает настоящий шок, что как-то так. Вопрос такой. Если родители заметили, что их ребенок, который стал или относился долгое время к храму холодно, или стал относиться холодно, и увлекся какими-то другими религиозными практиками, такое тоже бывает. Сегодня интернет доступен, можно найти все, что угодно. И как им быть в данной ситуации? Как уже тут нужны, наверное, какие-то серьезные решительные действия или нет? В истории есть такой пример Блаженного Агустина и Матери его Блаженной Моники. Августин, он воспитывался христианским, православным воспитанием, но потом ушел к Ель-Сиарху, стал еретиком, и более того, он был прекрасным проповедником, и он стал еретическим проповедником. И стал ездить по окрестностям в разные города, проповедуя эту ересь. И его мать, она Моника Блаженная, она за ним везде ездила и везде молилась. И Василий Великий, увидев вот такой подвиг его матери, он сказал, по твоим молитвам Господь его вернет в Лоно Православной Церкви. И так и произошло. Августин не только вернулся в Лоно Православной Церкви, а стал учителем Православной Церкви. И вот этот пример, помимо того, что мы всей душой должны молиться Богу, мы еще должны молиться тем людям, которые это пережили. И, конечно, Блаженная Моника, она покровительница тех родителей, которые оказались в такой сложной ситуации. Молитва — это первое. И, конечно же, здесь надо быть очень аккуратным. Напомню еще один пример Серафима Вырецкого, который был и богатым купцом, и один из таких больших благотворителей, меценатов Православной Церкви. И когда его сын ушел к католикам, то они с женой приняли решение все оставить и уйти в монастырь. Это решение, которое изменило всю ее жизнь. Оставить громадное свое наследство одни из самых богатых купцов Санкт-Петербурга. И она ушла в женский монастырь, он ушел в мужской монастырь Александровневскую лавру. И достигли там тоже своих высот. Их, будучи в монастыре, их потом внучечка досматривала. Это было такое время. Таких примеров много в истории. И это очень печально, но молитва первое, что поможет. А потом надо быть действительно очень осторожным во всех этих вещах. И ни в коем случае надо помнить вот этот закон, что сила действия равняется силу противодействия. То есть чем больше мы нажимаем на своего ребенка, тем больше он будет противодействовать нам. Часто дети поступают вопреки тому, что им говорят родители. Умные родители иногда этим пользуются. Кушать готово, но я тебя не зову, не надо тебе кушать. И ребенок придет через минуту и будет кушать. Ну, так пример. В случае вот с таким серьезным, когда ребенок, а сейчас очень много, на восточные течения, сейчас очень много разных течений, и неокрепшая психика, она может быть подвержена этому. Это значит, что родитель не раскрыл ребенку радость общения с Богом и радость общения со Христом. И приобщение к Богу посредством святых христовых тайн. Через покаяние, через исповедь и через таинство причащения. Это значит, что сбой произошел именно в этом воспитании духовности. И задача родителей — помнить об этом и помнить, что если не дадут искренней веры, искреннего желания ребенку, чтобы он вот с Богом был, молился, ведь задача родителей — научить, чтобы ребенок имел свой контакт с Богом. И чтобы он в случае чего шел к Богу. И когда он обижен, он должен идти к Богу. И вот это вот показатель, что у ребенка все хорошо. И если с детства такое есть, то оно пройдет через всю жизнь. Общение с Богом, оно должно быть светлым. Господь — это не Бог, который наказывает, и не Бог, который ставит рамки того нельзя делать, этого нельзя делать, как часто думают про церковь. Вот в православной церкви и то нельзя, и этого нельзя. Наоборот, когда ты становишься православным, христианином, верующим, у тебя свобода, потому что ты свободен от всех предрассудков и от всех каких-то рамок. Ты свободен от толпы, от того, что вся толпа идет, а я не пойду, потому что я личность, и со мной Христос. И когда вся толпа пошла, я думаю, а Христос бы пошел с ними? И если я вижу, что Христос не идет, то я не пойду. И вот эта вот свобода души, свобода ума — это вот то, что Богом предназначено человеку. Ведь подобие Божие в человеке состоит в том, что человек стремится всегда к Богу. Это заложено в человека, стремление к Богу, стремление к истине, к абсолютной любви. И вот это вот стремление надо расчистить, чтобы человек с самого детства понял, куда его душа и куда его дух должен стремиться. И вот здесь родительская задача — его душевно расположить и сделать духовные направления, такие, чтобы ребенок понимал, что такое таинство, и чтобы не напоминать ему, чтобы ребенок сам шел на таинство исповеди, потому что он должен чувствовать нужду в этом. И к таинству причастия подходил со всей душой, со всей открытостью. И у него должен быть этот большой секрет общения с Богом. И это нужно уважать. Родителям нужно уважать то, как ребенок относится к Богу, и радоваться. Когда мы в лагерях, мы всегда делаем молитвы, утренние и вечерние правила, они у нас нетрадиционно православные, они у нас короткие. Но они всегда предваряются очень таким словом, которое настраивает детей на молитву. Во-вторых, мы всегда перед молитвой, мы всегда молчим. Мы становимся тихо, и потом говорим во имя Отца и Сына Святого Духа, и начинаем молитву. Начинаем вместе петь или вместе читать. И вот у нас были такие дети. Папа говорит, ну вот я вам дам ребенка, то есть он пусть с вами не молится. Я говорю, никаких проблем, у нас не обязательно молиться. Ты должен здесь стоять, но ты можешь не молиться. И вот этот ребенок, о котором папа, о которого заботился, чтобы он там не стал друг православным, он оказался, ему настолько заинтересовало это все православие, что он говорит, отец, я хочу, научите. И он был примером для остальных православных детей, которые закончили воскресную школу, как надо интересоваться. Больше всего вопросов было от него, о Боге, о церкви, о всем. И дети, видя, что вот неверующий их сверстник, который так интересуется Богом, они сами начали интересоваться. Это вот такой потрясающий пример. И, в принципе, вот навык молитвы — это вот задача родительская. Они, конечно, должны вот такие вот вещи, духовные и душевные, привить своему ребенку. Вот это вот задача родителей. Но вот этот духовный навык без душевного, без душевных качеств, без воспитанности элементарной ребенка, они не будут иметь никакого эффекта. Вначале ребенок должен быть душевно уравновешенный, здоров, душевно воспитан. И потом это уже переходит в общение с Богом. А душевно расцветлен, это значит, он должен уважать своих родителей. И уважение должно выражаться каким-то образом. А выражается это уважение в том, что когда родитель что-то говорит, ребенок сразу это делает. К примеру, у меня есть знакомая в Англии, которая, мамочка, у нее двое детей. И самое страшное наказание для этих двух девочек, когда мамочка говорит, дорогая, так настоящие леди не делают. И все. Для этой девочки это самое страшное наказание. Она старается сразу же исправиться. То есть какой контакт в этой семье у мамы со своими дочечками? А мы знаем, что воспитание детей разнополых, это особенно. К мальчикам отдельное воспитание, в котором очень большую роль играет отец. К девочкам отдельное воспитание, где тоже и отец важен, но и мама, мамина вот эта вот нежность, влияние, но тоже очень важно. Сколько раз мы детям говорим, что мы их любим. А ведь это немаловажно. Дети должны чувствовать. Недавно прочитал такое, очень интересно, чтобы нам выжить, нам нужно 5 обниманий в день. Чтобы нам развиваться, нам нужно 10 обниманий в день. А чтобы нам быть спокойным и быть наполненным, нам нужно не менее 15 обниманий в день. То есть даже физический контакт такой с родителями, которые обниматься ты просто так не будешь. Обнимание — это... В раю это было проявление любви. Самое большое проявление любви между Адамом и Явом — это когда они трогали друг друга, держались за руки. И вот этот физический контакт, душевный контакт и духовное совместное общение с Богом, молитва — вот к чему должна стремиться каждая православная семья. Спасибо, отец Иван, за этот прекрасный ответ. Мне вспомнился русский фильм «Мой друг Иван Лапшин» называется. Там был тоже хрестоматийный случай такой, там был отец и мальчик. И мальчик не хотел ложиться спать, и отец сказал ему всего одну фразу «Я тебя больше не уважаю, как мужчину». Все. Мальчик был очень послушный. Да, это правильно. Вот это вот показатель контакта родительского со своими детьми. Это прекрасно. На таких примерах надо помнить, что мы должны, дети должны расти на положительных примерах. И, соответственно, положительные примеры должны им давать родители. Потому что что в ребенка входит, какие он фильмы смотрит, какую музыку слушает. Знает ли родитель об этом? Пожалуйста, поговорите с любым родителем. Знает ли он? Это в лучшем случае он где-то слышал, чем занимается его родитель. А вот как тот батюшка, который не просто, а пошел к тем рокерам и с ними выяснил, кто это такие, и что это были неплохие люди. И знать, чем интересуется твой ребенок, это первая задача родителей. Второе, корректировать можно. Ведь можно обсуждать какие-то вещи. Мы посмотрели вместе фильм, и мы его обсуждаем. Когда это было, вот каждый родитель может сейчас вспомнить, когда мы вместе с детьми, со своими детьми, посмотрели фильм и его обсудили. Уверен, что 99% скажут, что даже никогда, наверняка. Когда мы обсудили какие-то серьезные вещи, которые происходят вокруг нас, не просто в школе, не просто в нашей жизни, а в нашей жизни сейчас очень много таких моментов, которые надо обсуждать, и надо обмениваться мнениями, и надо понимать, что мы единомысленны. И вот на этом строится контакт родителя со своим ребенком. И вот предлагать прекрасную музыку. Я помню, когда мне мама ставила Вивальди времена года, и мы слушали вместе, она говорила, скажи мне, что ты представляешь? И я ей рассказывал свои ощущения. Я сейчас вспоминаю эти моменты. И сейчас во времена года это мое любимое произведение, которое меня успокаивает, подбодряет, расслабляет, а не какой-нибудь там рок или металл. Хотя я прошел и Цоя, и Агату Кристи, и все слушал, будучи подростком, конечно же. Но сейчас меня классика приводит в состояние равновесия и покоя. прививать правильное, хорошее качество — это задача родителей. Это первое. Родитель — самый близкий человек к своему ребенку, и от него очень многое зависит. Это не значит, что вот я встречал очень много родителей, которые переживают, что они чего-то ребенку не додают. Они говорят, ну я уже стараюсь, и не знаю, все равно у меня ничего не получается. И здесь может быть заниженную самооценку родителей. Как сказал Паисий Святогорец, нам нужно делать маленькие делишки, которых у нас много, а большие свои дела и проблемы оставьте Богу. Он их будет сам решать. Для меня это значит, что то, что я умею и могу, я буду делать. Но вопрос состоит больше, и я вот то, что я не могу делать, я говорю, Господи, теперь не я, но Ты. И тогда Господь, когда я Ему доверяю во всем, Он показывает такие чудеса, и я такие видел чудеса, а они постоянные, когда мы в походах, когда мы в экстремальных ситуациях, очень много происходит такого, что только от Бога зависит. Знаете, идем в поход, 40 человек, если один подвернет или вывихнет ногу, то весь поход уже останавливается, и никто уже никуда не идет, потому что, а на пересеченке это всегда может быть. И тут столько много чудес Господь дает, удивительные, вот когда, вот я лично, у меня вот такой опыт, когда я иду в поход, я понимаю, что я могу сделать только, что я могу сделать, но все остальное я доверяю Богу. И вот та молитва, которая есть в походе за детей, она даже была больше молитвы, когда я служил с патриархом, потому что здесь вот дети, и здесь вот все это живое, и вот прямо их надо, надо, надо с ними, надо за них молиться, это очень по-живому. И эта живая молитва, она передается детям, они это чувствуют. С детьми нужно быть честным, согласен. рисканью, они это чувствуют, не просто видят, а чувствуют, и они тогда открываются в ответ. А какое наполнение, когда ты чем-то поделился с ребенком, и ты получаешь от него обратную связь, какое наполнение получается? Человек, я могу устать очень, но я просто в таком воодушевлении, когда мы провели, у нас только, у нас практически после каждого мероприятия, похода или лагеря, дети звонят, они приезжают домой, окунаются в свою же атмосферу, которая у них дома, обычная. Он приезжает, родители так хвалят, он такой самостоятельный, он такой ответственный, он сам все делает, такого никогда не было. Проходит два дня, и он становится таким же, как он был до этого. Почему? Потому что родители, в походе одни условия, которые он принимает, эти условия правильные и честные. Если ты не пошел, не набрал дров, то значит вечерней программы не будет или не будет завтрака. То есть это надо сделать. И если ты там кого-то обидел, то это тотчас же проговорится, и тотчас же человек тебе об этом скажет. Откровенность такая, искренность, искреннее общение с Богом. И все это, все это, там очень сложно быть человеком неискренним, потому что 24 часа мы вместе, в одной команде, и там даже отойти никуда нельзя, особенно одному, то есть только, но мы всегда только в парами отходим. Это один из техники безопасности в походе. Один никогда человек не может быть. И вот приезжая домой, они звонят отеца, ну у нас так было хорошо в лагере или в походе, ну почему здесь в семье так все не очень хорошо? Можно только вот руками развести, но слава Богу, что эти дети чувствуют, да, искренность, чувствуют вот эти вот, почувствовали это отношение. Как говорят святые отцы, Господь дает человеку благодать Божию, чтобы он был в этой благодати, почувствовал ее, запомнил, и потом, когда у него благодать заберется, он будет стремиться всегда к этому чувству. А ведь это, это, ну секрет нашей жизни, и это цель нашей жизни, чтобы в нашей душе поселить такую благодать, такой мир, и чтобы сохранить его, уметь его сохранить, чтобы он был всегда. Потому что Царствие Божие внутри нас есть, и к этому надо стремиться, а не к сохранению постов, к вычитыванию правил, и к там, еженедельному приходу в храм. Это только средство к достижению цели. И почему бы трижды не прийти в храм, почему мы, проходя мимо храма, не зайти туда, почему мы, проходя мимо храма, не перекрестим, не осенним себя крестным знаменем, а боимся, что она скажут люди окружающие. Я был в Греции и увидел такую картину, которая меня поразила. Очень красиво одетая девушка шла, в каком-то она была таком там, в наряде, очень все на нее оглядывались, она была очень красива. Но, проходя мимо православного храма, она стала, перекрестилась и поклонилась низко этому храму. Я был поражен, признаться. Это вот в народе, они не боятся этого, в них они не стесняются этого. Эта девушка этим жестом исповедовала Господа нашего Иисуса Христа. Вот у нас такое редкое видишь практически. Но это прекрасно, когда я вижу, когда молодые люди, проходя мимо храма, хорошо одеты, красиво, они крестятся и показывают уважение храму. Вот это есть миссионерство, это и есть проповедание Иисуса Христа, Сына Божиим. О чем нам надо говорить, что мы, как говорит апостол Павел, мы на всякое время должны дать ответ о своем уповании. Благодарю вас, отец Иоанн, за сегодняшнюю очень интересную беседу. О многом еще хотелось бы поговорить, но, к сожалению, наше эфирное время ограничено, поэтому спасибо вам огромное за наш сегодняшний разговор. Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие друзья, напоминаю вам о том, что сегодня у нас в гостях был протодиакон Александра Невской Лавры, отец Иоанн Диденко. Вел телепрограмму беседы с батюшкой Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин